Наверное, еще многие помнят детский музыкальный коллектив «Кукушечка», которому аккомпанимировал сам Раймонд Паулс и их известную песню «Бабушка рядышком с дедушкой». Ребята тогда объездили массу городов с гастролями и было выпущено несколько компактных дисков. С этой веселой композиции с кремлевской сцены выступали две юные звездочки коллектива — солисты Гунар Калнынш и Гуна Паула. И многим слушателям было даже невдомек, что юные исполнители, радующие публику, сами не понимали, о чем пели, ведь они совсем не владели русским языком, а просто заучили непонятные слова наизусть. Это было более 35 лет назад. Гунар на родине стал настоящей звездой, но со временем решил перебраться в Испанию. Также молодой человек поведал, что композитор Раймонд Паулс сделал для него очень многое, и помощь коснулась не только музыкальной карьеры, а и здоровья. Дело в том, что в детстве пеец страдал косоглазие, а маэстро сделал все возможное, чтобы избавить мальчика от этой проблемы. А потом настоял, чтобы юный артист продолжил обучение в одной из самых престижных европейских школ хорового пения. Когда парню было 15 лет, он сочинил песню, ставшую одной из самых популярных в его родной стране. Гунар часто участвовал в российских и европейских музыкальных конкурсах и неоднократно становился победителем. Юный латыш был невероятно популярен, однако в личной жизни парня произошла большая трагедия. Он встречался с девушкой, которую звали Занда. Молодые люди собирались пожениться, сбранница ходила на седьмом месяце беременности. Но произошло непоправимое. Занду сбила машина. Девушка погибла на месте аварии. Виновного так и не нашли. Молодому человеку было очень нелегко пережить потерю, и он решил сменить место жительства. С тех пор прибалтиец предпочитает вести непубличный образ жизни. Какое-то время он пытался перезагрузиться и выбрал для этой цели Тибет. Вернувшись из Тибета, Гунар перебрался в Барселону, где продолжил заниматься музыкой в качестве композитора и исполнителя собственных песен. Теперь он бреется на лысо и носит тюрбан. К тому же Калнаш руководит хором духовной музыки, где и сам играет на флейте. Сейчас певец живет на две страны, предпочитая Италию. В 2008 году Гунар последний раз приезжал в Россию для съемок передачи «Слаймы в Айкуле», в которой вокалист пел дуэта, будучи совсем маленьким. Сейчас Гунару 40 лет. Белокурая красавица Гуна тоже связала свою жизнь с музыкой. 40-летняя женщина живет в родной Риге. Она окончила музыкальную школу по классу флейта и работает флейтиской в Рижской национальной опере. В августе 2019 года Гуна вышла замуж. Влюбленные сыграли красивую свадьбу. Через несколько месяцев артистка стала мамой замечательной доченьки. Теперь Гуна старается как можно больше времени проводить с семьей, но не забывает и о музыкальной карьере. Женщина с ностальгией вспоминает советское детство, выступления, гастроли, записи песен. Остается пожелать Гуне и Гунару творческих успехов, счастья и здоровья. А вы помните песню «Золотая свадьба» и этих талантливых ребятишек? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всем хорошего дня!